Так достали этой висковой загрозой, что в туалете у меня уже пулемет стоит. Да не может такого быть, вот этот 80-й пулемет. Я считаю, что это все ерунда. Все это для того, чтобы отвлечь наше внимание от повышения цен, от ошибок нашего правительства. Все залежит от господина, который сидит в Москве. Вот. Надеемся на то, что наши все-таки одумаются и начнут что-то предпринимать в этом направлении. Потому что вообще очень тревожно. Из-за себя, из-за детей, из-за внуков. Я считаю, что не стоит, наверное, преуменьшать эту угрозу. Но, тем не менее, стоит относиться с определенным таким скептицизмом к этой волне такой паники, которая нагнетается в социальных сетях. Войны не будет. Это лишь бы куда-то списывать деньги в этот раз, держать народ вот такие вот засморгские, чтобы еле-еле дыхали. Потому что масса вопросов другого характера, не про войну, про экономическую. До політики там очень-очень далеко. Не думаю. Потому что в России достаточно территории. Это просто чистая политика, ничего больше. Не, не будет. Наши военные нас, как говорится, помогут нам. Поэтому все будет нормально. Это больше шумиха. Умыверность есть, конечно, есть. Особенно у нас на певденных кордонах она есть. Очень не хотелось бы. Это будет окончательная точка, наверное, между двумя странами. У каждого есть родственники здесь, в принципе, которые живут и в России, и в разных уголках, так сказать, нашего бывшего СНГ. Что сказать российского? Товарищи россияне, вас тут не ждут. И все готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин